МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть они не должны быть в основе такого вот огромного обвинения. Свидетели, которые были выведены по 65-й статье в связи с деятельным раскаянием, да, хочу отметить, ни один из них не возмещал ущерб. А почему тогда Матайев ситказы и Матайев осет должны возмещать ущерб? Несмотря на то, что некоторые из них признали свою вину, признали с нарушением закона. Да, они признали. Но получилась очень интересная ситуация. И вот суд, председатель, судья Курмантаев, он снимает вопросы защиты. Те, которые могут спасать под сомнение, значит, вот этот обвинительный уклон данного дела. Он снимает наши вопросы, он отвечает за свидетелей, он корректирует их вопросы. Судья отвечает за свидетелей? Да, да. Не раз было уже. Не раз. Вот эти все вот госчиновники, они подтвердили, что они узнали об этих нарушениях в 2016 году, когда им показала антикоррупционная служба. Ведь когда это дело начиналось, их допрашивали, они говорили, у нас все было хорошо. Костак отлично исполнял свои обязательства. Казахтелеком говорил, да, национальный пресс-клуб единственный с 2006 года, с кем мы работаем. Да, у него есть авторитет над СМИ, они все выдают нашу информацию. Никаких вот, значит, не было проблем или чего-то за эти годы. А потом они признались в процессе. И, кстати, судья тоже начал снимать этот вопрос. О том, что они только в 2016 году узнали о нарушениях. Тогда где логика, что они незаконно совершали действия в 10, 11, 12, 14, 15, если они тогда не понимали. Ни один не сказал, что он сам лично проверял отчеты. Только один специалист, он якобы проверял какой-то там небольшой отрезок времени. Ни один этого не подтвердил. И ни один не назвал пункт договора, пункт технической спецификации по Костагу, который этот Костаг нарушил. Они ссылаются на общие какие-то вот эти нормы. Но по специалистам отдельная там вообще была история, конечно. Да, по специалистам отдельная история. Мне кажется, что последний допрос так называемого эксперта, который рассматривал документы и представлял судебные заключения для суда по Матаеву, оно не выдерживает никакой критики. Более того, на мой взгляд, они не смогли найти даже нормального, ну, я имею в виду, обвинительная сторона, они не смогли даже найти нормального эксперта. Почему? Потому что человек, имеющий ИП, не имея высшего образования, высшего образования, человек, который использует сертификаты, которые получены на 10-15 летней давности программное обеспечение, более того, сертификаты получены на онлайн, где, допустим, они там стоят 10 долларов за обучение. То есть цена этому обучению специалисту равна там 10 долларов, или там, по-моему, 300 рублей. Человек, который говорит о том, что программное обеспечение и операционные системы, которые используются на сайте, они не подлежат обучению. Это ложь, потому что семейство Юникса, операционные системы, это такие же важные и нужные сертификаты для того, чтобы подтвердить твои полномочия и работу с такого типа. Более того, абсолютно нет опыта работы в области полиграфии. Плюс он сам признает о том, что пиксели невозможно измерить в формате А2. Любой человек, который сталкивается с полиграфическими терминами типа полоса, он может вполне определенно сказать, что это две несовместимые вещи. Это как срастить помидоры с огурцами и гвоздями. То есть это абсолютно две разные вещи, потому что в терминах с полосой используется размер кегля, и формат А2 – это жестко привязанный к сантиметрам публикации. А на сайте используются пиксели, и размер сайта можно варьировать двумя кнопочками на любой клавиатуре, делать его бесконечно большим или бесконечно маленьким. Поэтому связать одно с другим здесь просто не получается. Исходя из этого, мне считается, что заключение эксперта не выдерживает абсолютно никакой критики. Но, с другой стороны, хорошо, что они привлекли именно такого эксперта, потому что заметно, что, на мой взгляд, там просто нету никакого криминала либо какого-то повода, за что можно было бы зацепиться. Потому что, если бы привлекли настоящего эксперта, который действительно может оценить с точки зрения количества публикаций, с точки зрения вот таких бессмысленных расчетов, полосы в размер экрана, то он бы четко показал о том, что это невозможная ситуация заранее. И в конечном итоге я хотел бы сказать, что заключение такого рода экспертов, так называемых экспертов, я даже не могу его ни специалистом, ни экспертом назвать, потому что это не специалист и не эксперт. Оно ложится в общий ряд тех обвинений, которые сегодня выдвигаются против сеть Козы Матаева и, по сути, не выдерживают никакой критики ровно настолько же, насколько звучат другие обвинения с точки зрения продвижения госинформ-политики, с точки зрения его домашнего ареста с самого первого дня. Человек, который за всю свою жизнь, я не знаю, в стране другого человека, который бы больше любил свое государство, чем он. И все другие шаги, даже перенос судебного заседания из Алматы в Астану и так далее. То есть все шаги, которые сегодня они идут, и заключение так называемого специалиста ложится просто в один большой ряд с тем непонятным, я бы сказал, по сути, беззаконием, которое сегодня творится. Так что же происходит на самом деле? Почему правосудие идет на нарушение закона? Что происходит? Происходит вполне, к сожалению, привычная вещь. Мы имеем дело с процессом, в котором политическая составляющая превалирует над правовой, где решения принимаются не в зале судебного заседания. Решения о судьбе Матаева, о приговоре, о правовых последствиях всего этого процесса принимаются, исходя из других соображений, а не соображений установления истины, соблюдения каких-то требований процессуальных норм и так далее. Поэтому в зависимости от этого контекста с той или иной степенью следования закону действует вся правовая система от следствия до прокуратуры и от прокуратуры до суда. То есть это все взаимосвязанные вещи. Здесь судья по существу не очень сильно связан требованиями самого законодательства. Он больше связан, будем говорить так, предположениями о том, каков, каков будет решение наверху. Причем решение наверху, насколько я понимаю, точного еще не принято, потому что еще идет процесс. Оно может быть мягким, оно может быть жестким. Это будет зависеть от соотношения разных факторов внутри элитного характера. И в этой ситуации рассчитывать на то, что профессиональные нормы, права подсудимого будут соблюдаться, достаточно сложно. Но вспомните очень много подобных процессов. Вспомните процессы Джакишева или, там, не знаю, Облязова. Вспомните процессы Жакиянова или Дуванова. То есть там было достаточно большое количество разных нестыковок, явных нарушений, отсутствия доказательств или доказательств недопустимых. Но на это все закрывались глаза, поэтому здесь нельзя оперировать правовыми категориями. Мы все время пытаемся к ним, так сказать, обратиться. Здесь политика. Когда действует политика, то она идет впереди права. А когда она идет впереди права, то вопрос только стоит о масштабах нарушений. Они могут быть больше, они могут быть меньше. Когда возникают проблемы, как в случае с экспертизой, а экспертиза была положена, ну, как я понимаю, является одним из очень важных доказательств. Она поставлена под сомнение из-за того, что ее проводило лицо, которое не имело права ее проводить. То есть варианты, либо это признать и попытаться как-то исправить, либо просто закрыть на это глаза. То есть не особо беспокоиться, что кто-то где-то поправит, потому что вся система работает в рамках одной заданной цели. Поэтому еще раз, я это говорил и до начала процесса, решение по СИДКОЗы принимается не в зале судебного состава. Мы привыкли к тому, что когда мы говорим о политической составляющей, мы представляем себе политических деятелей, оппозицию, там, несогласных и так далее. И вот там их мы предполагаем, хотя и преследуют по обычным уголовным преступлениям, но есть политический компонент, связанный с их оппозиционностью. Но это правильно, но не только. Везде, где подсудимым является человек известный, человек, обладающий определенным влиянием, в том числе все-таки бывший пресс-секретарь президента, бывший, ну не бывший, а действующий, будем надеяться, председатель Союза журналистов, человек, представлявший, так сказать, национальный пресс-клуб, то есть огромный, через большим потенциалом, играющий определенную серьезную роль в обществе, и человек, в этом смысле принадлежащий к элите, то есть когда речь идет об элитных представителях, то все, что с ними связано, и со всеми процессами, которые в них, это политическое. То есть это вопрос, любые внутриэлитные процессы, они политические, потому что они определяются политической целесообразностью, политическими раскладами и так далее. Поэтому, когда я говорю о том, что этот процесс политический, не потому, что Ситказы Матаев оппозиционер или политические деятельности, потому что он часть элиты, где решения принимаются в ходе внутриэлитных конфликтов, исходя из политических соображений. Поэтому в этом смысле этот процесс для меня, конечно, политический, независимо от того, что обвинение чисто уголовное. Процесс по разбирательству госзаказа обернулся точечным ударом против Матаевых, а от госзаказа следует держаться подальше. К таким выводам приходят журналисты. У многих людей, которые не связаны с масс-медией, нет понимания, что такое госзаказ и почему тот же Матаев взялся его исполнять. У нас 80% экономики либо напрямую, либо через квази-государственные структуры контролируется государством. Соответственно, реклама им как таковая не нужна, и рекламный рынок лежит. То есть СМИ находятся без денег. Поэтому возникла идея этого госзаказа, где-то в начале 2000-х. Идея была здравая. С одной стороны, поддержать СМИ рекламой, с другой стороны, поддержать государственную политику, которая, в принципе, у нас всеми поддерживается. То есть основные постулаты, которые провозглашаются. Экономическое развитие, национальные согласия и прочее. Кто против, тем более если за деньги. Естественно, все восприняли это нормальным появлением госзаказа. Затем в дело вступила государственная машина. А что это у нас, это понятно. Потому что там, к сожалению, очень мало специалистов, не только в журналистике, но и вообще в связи с общественностью, и даже в пропаганде, как бы это смешно не звучало. Но происходит так. То есть для них главное, что объем. Поэтому цена госзаказа, она как бы в государственных целях была снижена до предела. Примерно по прайсу. В 10 раз ниже прайса, как правило, у тех, которые выполняют госзаказ у СМИ. То есть если ты за эти деньги обычному рекламодателю даешь одну полосу в газете, либо одну минуту эфирного времени на телевидении по госзаказу, ты должен дать 10 полос и 10 минут соответственно. Чтобы заработать минимальные деньги на содержание штата, тех людей, которые этот же госзаказ выполняют, приходится брать большие объемы. Поэтому вот эта сумма немыслимая, 40-50 сообщений из материалов дела должен был костак выдавать в день, абсолютно всем понятно, что это нереально. Это нереально иногда сделать просто физически, не то чтобы сделать хорошо. О том, чтобы сделать хорошо, даже речи идти не может, потому что, ну понятно, любому человеку, хоть более-менее связанному, я, допустим, возглавлял пиар-отдел крупного банка. То есть я понимаю, что мне не нужны огромные объемы хвалебных каких-то статей о банке, потому что никто этого не будет читать, это будет плохо. Мне нужно какие-то упоминания. То есть вот такой-то банк поддержал таких-то хороших ребят. Все, все, что мне нужно. Мы за это готовы были платить. Это нормально. И тот же самый подход, в принципе, был у государства. Очень долгое время. Поскольку любые у нас какие-то достижения, понятно, что они все происходят благодаря мудрой взвешенной политике. Достаточно этого упоминания, и это, естественно, считается как госзаказ. Сейчас, как я понимаю, Матаеву предъявляют, что он давал обычные информсообщения, то есть для чего существует информагентство, и ему считали как госзаказ эти материалы. Но, постойте, во-первых, принимает сторона, которая заказывала, я опять же, возвращаясь, допустим, к своему опыту, я возглавляю пиар-подразделение банка, заказчик что-то сделал плохо, то есть исполнитель. Я говорю, нет, ребята, мы за это платить не будем. Все. То есть ответственность лежит на мне. Но сейчас на скамье подсудимых удивительным образом оказались только Сейтказы и Осет Матаевы, которые были непосредственными исполнителями. Акты выполненных работ кто подписывал? Эти люди никак не привлекаются. Это очень странно, поэтому это наводит на мысль, что этот процесс не по разбирательству с делом госзаказа, это процесс просто против Матаевых. У меня и у многих моих коллег твердое убеждение, что один Сейтказы фактически заменял целый комитет информации своей деятельностью. Потому что всем это прекрасно известно, у него были отличные отношения с властью и отличные отношения уважительные с журналистами. То есть его уважали. Когда нужен был медиатор в каких-либо конфликтных ситуациях, все сразу же обращались к Сейтказы. Никто не пойдет в комитет или в министерство информации. Потому что у журналистов, к сожалению, сейчас доверия нет к ним. Было доверие к Сейтказы, есть и сейчас у журналистов, но у власти эта связь, видимо, прервалась. Это очень плохой факт, именно в первую очередь для государства. Потому что он один выполнял функции, еще раз повторюсь, целого комитета. Он организовывал пресс-конференции, он организовывал какие-то брифинги, пресс-туры и прочее. Все то, что сейчас требует колоссальных вложений, чтобы это сделать государству. Важно еще добавить, что по этим немыслимым объемам госзаказа работают все СМИ, которые исполняют госзаказ, работают в таком режиме. Потому что нереально, опять же говорю, закрывать телеканалу половину своего времени госзаказом. У нас, к сожалению, чиновники видят это как? Что не так, что вы упомянули в положительном ключе государственную программу, либо что-то. Они хотят, чтобы это были хвалебные оды. Ода министру, ода Акиму и так далее. Естественно, во-первых, это снижает рейтинг, это отталкивает аудиторию, никто это не хочет смотреть. Делать это профессионально люди могут, но им не дают, потому что профессионалов нет на стороне заказчика. Потому что они не могут это оценить, им важен объем. Поэтому работают все, абсолютно все, именно в таком же режиме примерно, как работал Матаев. Просто получается так, что сейчас судят Матаева, в его лице судят фактически все СМИ, которые вынуждены исполнять госзаказ. Я лично знаю множество редакторов, встречался в последнее время, которые просто отказываются сейчас брать госзаказ, потому что нет понимания. Нарушена эта система, потому что она была, ну, может быть, кривая. В принципе, как у нас все, что дело касается каких-то государственных заказов, тендеров и всего прочего, да, есть нарушения. Но нарушения эти какого характера? Что касается Матаева, это обычный спор, скажем так, заказчика с исполнителем, то есть который, если даже доводится до суда, то он решается в гражданской процессуальном порядке, то есть это выставляются какие-то претензии, штрафы и прочее. Это дело, дело Матаевых, оно вообще довольно показательно для всей страны, для медиасреды Казахстана в частности, потому что абсолютно все медиа в Казахстане, подавляющее большинство медиа в Казахстане, они являлись или являются получателями госзаказа. И в этом смысле дело Матаевых, оно для нас станет какой-то такой, либо точкой опоры, если СИДКЗ и АСЕТУ удастся доказать свою невиновность, либо наоборот очень серьезной проблемной точкой, которая помешает изданиям в будущем становиться получателями госзаказа. Потому что сейчас то ощущение, которое есть от этого дела, что, ну, во-первых, пока мы не увидели никаких серьезных доказательств того, что есть вина какая-то в действиях СИДКЗ и АСЕТА Матаевых по какие-то нарушениям в получении государственного информационного заказа и так дальше, это во-первых. А во-вторых, есть ощущение того, что абсолютно каждую редакцию в какой-то момент можно так же, как сейчас это происходит с Кастагом, наказать за, ну, в случае, когда понадобится наказать эту редакцию, когда поступает соответствующий политический заказ или поручение какое-то, или есть недовольство политикой издания и так дальше. И вот в этом смысле это дело действительно опасно для журналистики казахстанской в целом, и это дело действительно очень показательно для всей медиа-среды. Наше издание для себя решило абсолютно точно, что пока это дело не завершится, мы получателями государственного заказа не будем. По той простой причине, что я не могу рисковать даже не то, что сам, но я не могу рисковать людьми, которые работают здесь, потому что я так понимаю, что это дело, вне зависимости от того, что сейчас по нему обвиняются только СИДКЗ и АСЕТ, как руководителя, оно коснулось всех людей, которые работают в Кастаге. Мне таким образом подставлять своих людей ни в коем случае не хотелось бы. Нам крайне важно, чтобы это дело, поскольку оно есть, поскольку оно расследовалось продолжительное время, поскольку начался судебный процесс, чтобы это действительно было на всех этапах, а этого уже не произошло, к сожалению, прозрачно, независимо, и в конце мы увидели, что по этому делу действительно вынесен справедливый приговор. В понимании журналистского сообщества справедливым приговором будет, безусловно, оправдание СИДКЗ и АСЕТа Матаевых. Это так. Но если суд установит, что это другое, то это должно быть основано на доказательствах, это должно быть основано на фактах и так дальше. Сейчас то, что происходит в судебном процессе, мы этого не видим. Мы не видим представленных доказательств, мы не видим фактов, которые бы указывали на виновность Матаевых в тех преступлениях, которые им инкриминируют. Поэтому пока от процесса, от всего этого дела, есть ощущение заказа, но нет ощущения справедливого расследования и справедливого судебного процесса. Может быть, это ощущение еще появится, но пока мне это крайне сомнительно. Общественность все еще надеется на справедливое расследование, хотя надежды тают на глазах. По делу СИДКЗ Матаева хотелось бы, чтобы и следствие было проведено, и суд прошел полностью в рамках закона, потому что для всех журналистов сейчас это огромный показательный такой процесс, по которому мы все, конечно, судим о том, какая перспектива может ждать любого из нас. Поэтому если человек виноват, то это должно быть доказано безукоризненным следствием, материалами, экспертизами, и, естественно, он должен понести полагающийся по закону наказание. Если вина до конца не установлена или проведены не так какие-то процессуальные действия, то, мне кажется, нужно заново возвращать и рассматривать дело, потому что масштаб личности СИДКЗ, он все-таки настолько большой для нашей страны, что мы должны быть все очень уверены в том, что все происходит по-честному. Лилия Игликова, Андрей Надолинский, зона КИЗ.